ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три семейные пары соревнуются, кто лучше приготовит одно и то же блюдо. Тут, короче, вообще жесть, вообще. При этом руками всё делают мужья. Давай, ну ты вмешивай, ну ты чё стоишь? Зачем ты протираешь два часа? Быстрей! А жёны говорят им, что делать по аудиосвязи. Ложка где? Ложка! На мелкую тёрку. Не на эту мелкую! Да, это непросто. А что делать? Ну вот он издевается с тобой. Я просто его убью. Если муж с женой хотят выиграть 100 тысяч рублей, им придётся стать командой. Представь, как будто ты мнёшь мою попку. Быстрее, у тебя мало времени. Кто из пар лучше приготовит блюда? Определит наш многомишленовский шеф. Какого я давно не видел. Страшно занудный и дотошный. Ты ему вот угодишь? Я никогда не говорил, что я приятный. Распадётся семья благодаря говяжьим котлеткам. Я тебя убью. Я сейчас заплачу, Рэм. Или сплотится и выиграет деньги. Поднимай тарелки вверх! Какой ты красавчик! Это «Моя жена рулит». С вами шеф Женя Павлов. И Марина Федонкин. Мы начинаем. Вода кипит, у меня ещё и голова кипит от тебя. Можно вечно смотреть на огонь, воду и грязные тарелки. А можно отправить на кухню мужа. Привет! Это шоу «Моя жена рулит». Трое смельчаков сегодня будут готовить под руководством своих жён. Пара, которая лучше справится с заданием и наберёт больше баллов, получит главный приз – 100 тысяч рублей. Давайте познакомимся с нашими участниками. Меня зовут Настя. Это мой муж Артём. Мы из двери. А кто по профессии? Я в декрете. У нас две дочки. Ну, ясно, что вы производите. Я руковожу отделом продаж. Продаю домашний интернет и телевидение. А, это вот те люди, которые меня доканывают. Не хотите ли пакет, да? Да, это мы. Моя семья Кузнецовых, мы свири. Я мягкая, добрая. Почему ты добрая? Сейчас, подожди. Не знаю, это мягкая. Это чё? Как девальчик. Вообще, мы друг друга называем. Всегда не на Зая, а на Заюша. А если кто-то кого-то назовет по именам, там, Артём или Настя, то, значит... Я приобрезанула сейчас ухо. Ну, это означает, что что-то, значит... Где-то ты косичнул. Где-то либо ты косичнул. Либо я косичнул. Вообще, в нашей семье есть негласный девиз. Мы друг друга всегда поддерживаем, говорим, не бойся, я рядом. Я даже запечатлел себе в виде татуировки. Ребят, удачи вам. Спасибо. Мы переходим к нашим розовым. Кем вы работаете, Василий? Бизнесмен. Ну, вы такой серьёзный человек. У вас цепура такая там на шее. Да в Сочи, на пляже нашёл. Это же по-соочински, понимаете? Конечно. Всем привет. Мы семья Локтевых. Меня зовут Юлия. Это мой муж Василий. И мы приехали за новыми эмоциями. Ну, и если получится, может быть, выиграть. Что в семье главное? Сын. Главное, естественно, я. А вообще мы, в принципе, живём в таком дружном тандеме, где, мне кажется, все обязанности делим пополам. Ради любимой я приехал на эту передачу, на это шоу. Я это оценила. Я уверен, что мы сегодня победим. А на выигрыш отправимся в путешествие. За сотку далеко попутешествую. Ладно, добавим. Люблю тебя. Ребят, вот вы вместе сколько? 12 лет. Официально. А так 14. А может ли наше шоу стереть с лица земли ваши отношения? Проверим к концу передачи, насколько он терпелив спустя 12 лет совместной жизни. Так а ты дома ещё не проверила? Ну, пока всё было хорошо. Я верю в родного Заява. Ну, и мы тоже будем верить в Заю. Марина, а если бы не по имени, ты меня бы как вот называла? Переходим обратно к нашим участникам. Переходим к нашим жёлтеньким. Мы солнышки. У нас что не пара, то солнышко. Только с тобой что-то повезло мне. Мы семья Ворониных. Из солнечного Краснодарского края. Всё у вас солнечное. Не сгореть бы сегодня. Кто вы по профессии? Я юрист. Я вообще инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов. С дорогами-то у нас тоже не слава богу. Может, с блюдом получится. Мы семья Ворониных. Приехали для участия в проекте. Майя жена рулит. На кухне. Везде. Мы учились в параллельных классах в школе. Мы считаем, что мы именно две половинки, которые нашли друг друга. На стройе детей. Девочка. Мальчик. Девочка. Разбег в детях у нас, конечно, большой. 22 года, 7 лет и 1 годик. Мы этим живём. Наши дети дают нам движение вперёд. Приехали попробовать свои силы в новом чём-то. И тут ещё бонус дополнительный. 100 тысяч рубликов. Мы хотим провести медовый, так сказать, уикенд в класснейшем месте. Главное, чтобы ты правильно всё объясняла. Кстати, наш девиз. С улыбкой по жизни. Это вот прям наш девиз. Ну, это не только ваш девиз. Тут и у Василия такой же девиз, кстати. Не терпится порулить уже мужем, наверное. Не так часто просто это в жизни бывает. Не будем вас томить. Тут некоторые не один год этого момента ждали. Я попрошу наших мужей покинуть кухню. А наш зануда-шеф-повар объяснит женам, какое блюдо сегодня вы будете готовить. Замечательный шеф-повар, хотел сказать. Ты знаешь, какая у тебя выслуга должна быть, чтобы я сказала замечательный шеф-повар? Давай, рассказывай наш нудота, чего ты там приготовил. Сегодня это будет шаурма в ближневосточном стиле с индейкой. Шавуха! Уже легче. Ну, вот этот шавухой вот так уже не назовешь, знаешь, такой подачи. Это прям шаурма. Или шаверма, если угодно, если кто-то из Питера. Мы уже слюни побежали. Итак, шаурма. Для начала индейку нужно замариновать. В общем... Знаешь, Женя, вот я прихожу на вокзал покупать шавуху. Я говорю, а с чем у вас шавуха? И вот человечек вот этот... И начинает вот это вот так красиво зачесывать, понимаешь, что можно с голоду помереть. Ты понимаешь, что вот на вокзале ты покупаешь шаурму? Вот это где-то там вот вокзально, а это где-то вот здесь. Это высокое искусство. Это гурме. Пробуй им на вокзале сказать, что это не гурме. Иди скажи им. Не, у них большие ножи. Далее. Значит, индейку вас... И подать мне на пробу, чтобы я был счастлив. Я ликовала внутри, когда я узнала, что это шаурма. Честно. Пообеда в кармане по-любому. Потому что не приготовить шаурму, мне кажется, это нереально. Замужистый на нигде. Я уже забылась. Так, девочки, вы не паникуйте, главное. Ну, уже все, транси. Слишком серьезно не воспринимайте. Помните, что каждый человек имеет право на ошибку. Но только не здесь. Даже если вы ошиблись с мужем. Ничего страшного. Но над этим вы подумайте позже. А пока командуйте теми, которые есть. Ну, что, мужики, оказались под каблуком, а? Оказались. Как только женились. Но мы не изверги. Мы вам приготовили бонус в виде вот этой красной кнопки. Если вам поднадоест, там, брюжание, жужжание жены, вы нажимаете на эту кнопку, и она вам дарит минуту тишины. Великолепно. Прекрасно. Только нажми. А эту кнопку потом можно забрать домой? В смысле забрать домой? Я тебя заберу. Кнопка, он красный, собрался. Это топ наших самых популярных вопросов. Это моя личная проблема. Меня дома вырубают, понимаете? Вы будете сегодня готовить шаурму. И еще очень важно помнить, что вам нужно приготовить сегодня две порции. Одна порция для ваших жен, для их дегустации, и одна порция лично для моей дегустации. Ну что ж, все готовы? Итак, три, два, один, начали! Погнали! Солнышко мое, привет! Ну что, давай, смотри, у тебя все получится. Давай, расслабьтесь, пожалуйста, это самое главное. Давай, давай, я расслаблюсь. Мы сначала делаем соус. Давай, Зайка, нарезаем половину помидора кубиком без семян. Как понять, без семян-то? Он с семенами. Ну, значит, сделаешь, чтобы они были без семян. Как это возможно? Убирай все это. Другой нож возьми. Зачем так огромный? Это маленькими ножами делают. Тихо, я тебя умоляю за все. Ну, ты что-то нагоняешь больно. Я не нагоняю тебе, объясняю, нормально. Как понять, без семян? Ну, вот это выковыривай. Куда? Выковыривай. Я знаю куда, чем? Места мало. Мало. Быстро помидор бери. Взял. Помидор половину режь. Давай, кубиками, да, кубиками режь. Кубиками порезал? Режу, режу. Правильно? Слава. Тихо. Ты видишь, как я режу? Ты меня не торопи. Ты мне не цитка. Ты меня не нервируешь, муля. Давай, давай, давай. А, ты не видишь? Да быстрее чуть-чуть режь. Да, Слав, ты чего? Ты меня не торопи сильно. Я думаю, что не успею, что ли? Меня бесит его медлительность. Вот я ему говорю, режь быстрее. И вот режь прям быстренько. Нет, это вот тягомочина какая-то непонятная. Ой, тупой нож. Тупой? Да, тупее, чем я. Тупее, чем ты. Я вот не слышал, как Вася разговаривал с супругой. Да? А Юля там ему на телепатическом уровне, что ли? Я верю в тебя, что ты со своей шаурмой справишься. Когда услышал, что это будет шаурма, в голове начал понимать, что делать в первую очередь и по последовательности. Ну и спасибо большое жене, что она мне помогала. Ты хорошо смотришься в розовом партушке. Василий молчит. Он скромный. Может, он недопонял условий? Может, ему надо сказать, что можно разговаривать? Да, да, да. Особенно женой. Мы в жизни только так и общаемся. Моя любимая рубрика? Рубрика ставки. Я тебе скажу, они все симпатичные, приятные ребята. Да, милые. И если бы все было наоборот, их бы сюда не взяли. Меня же взяли. Тебя взяли? Да. Я так думаю, через постель тебя взяли, Женька. Даже через раскладушку. Мне, на самом деле, очень нравится в желтом. Команда из Краснодара, Слава. Потому что Слава, вот он с душой очень. Он такой, совсем душевный, душевный. А у тебя как-то вообще какие симпатии? Из троих, кто более? Я думаю, что это команда вот синих. Просто Артем, он более темпераментный. Он так щедро сейчас добавил сахара в соус. У нас, в общем-то, не десертный соус. Суббота представляет осенний гивэвэй. Бесконечный марафон подарков каждый день. Играй и выигрывай. Смотри субботу каждый день. Ищи включение из нашей студии с подарками. Сканируй QR-код первым и получай подарки мгновенно. Брендовые сумки, часы, фены, ТВ-приставки. А еще классные шубки только для тебя. Это и сотни других подарков. Ищи каждый день в эфире телеканала «Суббота». Это одна чайная ложка? Да, это одна чайная. Такая огромная. За это половина столовой. Сказала же не столовую, а чайную. Ты меня что, не можешь послушать? Это огромная ложка. Не ори. Не ори. Ты же говорил, это много. А теперь будем делать белый, чесночный, любимый наш соус. Куда? Что надо? Говори быстро. Надо выдавить 3-4 зубчика чеснока. У меня всего два. И все? Да, больше нету. Уже все. Вы иди, роди где-нибудь. Да я два выдавил. Нормально, достаточно. Слава, я бы сказала, но нецензурно я не могу выражаться. Быстро. Три кусочка еще чеснока. Нету. Сходи у соседа, попроси, бегом. Юля, все, не нервируй. Юра, повторяю тебе, как мне сказать тебе, чтобы ты это сделал? Дай тебе чеснок еще. Нету. У всех кончился уже. Кончился, говорю, у всех. Давай, говорю, дальше говори. Подпольщиком. В холодильник открой, залезь, посмотри. Ну что-нибудь, ты добытчик или кто ты? Да нет, Света. Какого чеснока? На самом деле, если честно, у Юли, конечно, характер. Бавария, чеснокодавка сломалась. Ну давай, что-нибудь делай его, раздави его так. Давай, ты можешь, я знаю. Зай, улыбнись, не будь таким серьезным, я тебя люблю. А ты попробуй на вкус, что получилось? Сильно он чесночный, вот это вот? Ну, жидкий. Жидкий? Да. Да, с соусом, да, это, конечно, большая проблема. Воды-то много, надо-то чуть-чуть. Я называю это молочный коктейль со вкусом чеснока. Ну-ка. Пойдет? Ну скажите, что пойдет. Очень сильный чесночный вкус. Эх. Вот с вечером свиданка. Скорее всего, после чесночного коктейля она пройдет банально. Дома, ты один у телека, знаешь. С белым соусом произошла фиаска. Все, не расстраивайся, ладно уже, что делать с этим соусом. У нас будет свой фирменный соус, что делать. Заян, он жидкий. А он не должен быть жидким, знаешь почему? Потому что его не надо было блондерить. А я тебе не говорила блондерить. Ты это сделал. Проси у кого-нибудь майонез. Давай, ищи способы какие-то. Вручайся. Что-то там делай. Тебе нужен майонез? Не давай ему ничего. Нет у пацанов майонеза ни у кого. Давай, давай, бегом. Сделай не жидко, чтобы было красиво. Блондерить ничего не надо было, если что. Это уже неправильно. Давай, делай. Ты чеснок добавляешь или майонез? Что ты делаешь? Майонез, добавляй все, что есть. Пром чеснока. Ой, здрасте. Здрасте, мы тут очень паникуем. Я буду и на вас, и на него, ладно? А то я очень волнуюсь, и он вообще тут жесть. Он сейчас делает что-то хуже, представляете? Мне очень нравятся такие отношения, когда... Заян... Я просто в шоке. Пограничные вот эти вот... Что ты в шоке? Да как тебе по-другому объяснить? Потому что не слышишь меня. Да, что делать? Да не надо, блондыри, ты что творишь-то? Не надо, не блондыри ты меня, а? Заян, ну это будет. Я тебя не просила, блондыри ты. Ну давай, теперь сделай красивый сошел. Он был красиво оформлен, как на тарелке был. Как тебе объяснить эту жижу? Я вот своему шефу не очень доверяю. Вот я Артемке больше доверяю. Давай, дальше. Анастасия Александровна, прием. Нарезаем томат тонко, свежий огурец тонко. Режу, ножи не режут. Возьми тот нож, который режет, то есть большой. Пострее. У нас все тупые. И не только ножи. Я слышу, что Марина говорит. Не думая, что большой нож, это всегда остро. Тонко томат, свежий огурец тонко. Прям такие ломтики, зай. Да он знает, наверняка он делал это. Зачем чистить? Тебе просили чистить, а ты на это время только тратишь. Зачем это делать? Между прочим, он шустрее всех все делает. Серьезно? Конечно. Так, Зая, давай пополам огурец. Ты ж них не видишь, а я могу врать что угодно, понимаешь? Ладно, все. Зайдешь. Я побежала к другим. Не хочешь ты со мной разговаривать? Тоненькими полосочками, да, правильно. Я пойду к другим девкам. До свидания, Марин, мы что увидимся? Времени мало. А как вот я дома делаю одновременно 10 дел? Скажи, с ребенком на руках, с маленьким. Ты женщина, тебе это положено. А ты мужчина. Что за дискриминация вообще по половому признаку? По половому признаку. Я тебе сейчас как юрист зачитаю все свои права по фамилию. Я тебя сейчас удалю. Я тебя сейчас удалю потом. Тебе со мной лететь домой еще. Я попрошу в отдельном конце самолета билет. В отдельном конце самолета. У тебя два конца самолета будут? Да, один в начале, другой в конце. Мой, ты из-под контроля выходишь? Вышли из-под контроля. Ну, понимаешь, он почувствовал самостоятельность. Он такой милаха. Ну, да. Да, я такой. Он очень обаятелен. Ты не слушай. Очень добрый. У вас какая-то интересная история ваших отношений. Как там было? Говорят, закрутилась по пьянину выпускном, да? Кто сдал-то уже? Кто стаканул? Есть у меня свои люди в вашей станичке. Слушай, ну источники, они прямо мальчики. Да. Мы вообще учились в параллельных классах в школе. 15 лет после школы не виделись. Мы все встретились на встрече выпускников. 15 лет у нас. И, в общем, смотри, а ты на него внимание обращала, потому что ты... А тут вдруг что обратил ты на него внимание вдруг? Что он такого там сделал примечательно? Ну, он повзрослел, возмужал. А да припухнул он. Припухнул, оборзел и подошел к себе наконец-то, да? Да, он боялся в школе подойти. А тот вот... Вот дурачок, надо было раньше бухать. Ну и что? Обычно люди, видишь, когда они после, как бы, ну, на следующий день они трезвеют. Ну и что? И проснулись. Проснулись, да. Свекровь я положила на разные кровати даже. Он пытался ко мне пробраться, но я уже быстро... А свекровь-то глаз не смыкала. Она вот так бдила. Она даже караулила. Она сказала, пока не женишься, не лезь к ребенку. А ребенку уже тогда было 32. Куда к славке? Почему через славку в туалет? Почему этот путь через славки на кровати? Да, тем более она в углу стояла. Понимаешь? Это же мне надо... Свекровь стояла в углу еще. На тумбочке. Вот ты хапнула, ты горюшка, я тебе скажу. Мало того, что... Мама, я у меня самая лучшая. Она потом же будет смотреть еще. Ой, Зая, чувствую, у нас пойдет... Кстати, сейчас мы и выиграем с тобой соточку. Конечно, выиграйте. У нас медовый будет вот этот прям... Ладно, Юлечка, давай ты там Заю руководи. А то он там походу в лаваш уже закрутил даже вилку. Сам себя, да? Уже. Ты огурец порезал соломкой? Да. Покажи, как ты огурец порезал, пожалуйста. Все отлично, хорошо. Повис. Так, слушайте, человек сама серьезность, понимаете? Так я говорю... Ответший человек просто. Я его со спины видела. И я думала, что он спит. Нет, он очень просто погрузился в процесс, видимо. О, видишь, озирается? Он что-то домой хочет взять. С холодильника. Я же скажу, что его снимают, а поссорят. Сдеваетесь. Крытая камера. Ну что, Юлька, сутку не выиграем? Прогулять не получится. Такой венчик был тебе, вот, на 8 марта. Вот-вот. Поэтому человек сама серьезность. Ну, борется, борется, это меня уже радует. Зая, ломни. А ты видела, какой он коктейль тебе чесночный приготовил? Не будем об этом. Я тут уже испереживалась. Зая, надо искать срочно соусник. Как вариант. Есть, есть. Я нашел. Он соусник нашел. Можно у нас будет индивидуальная подача? А как ты его называешь, вот, ласково? Если честно, так, у меня же секрет. Господи, все увидят, узнают. Мне не нравится имя Василий. Поэтому у нас с детства пошло, с детства, с молодостью. И ты его называешь? Зайка-солнышко, да. Тоже солнышко. Огромная зая, да, правда? Вот. Так, зайка, давай тогда. У нас огурчики. У всех зая, и там, ну, там зая. Зай, жарь индейку. Просто я, ну, серьезно. В смысле? Ты меня слушай. Не отвлекайся. Ты просто начинаешь вести. Надо меня слушать. С самого начала просто не... Да не надо так сделать. Я налил масло. Делай индейку туда. Давай туда, прямо в сковородку, всю эту индейку. Давай. 200 грамм. Да 200 грамм. Сказано было 200 грамм. Ты меня можешь послушать? Я тебе что, весы? Серьезно? На глаз ты не знаешь, сколько 200 грамм? Все. Твой кулак. Твой кулак, это 200 грамм. Мой кулак, это 200 грамм. Зай, тут уже 400. Ну, начнем с моих любимых. Настя и Артема. Вот я люблю вот эти пограничные состояния, когда говорят... Зая... Страсти там неземные кипят. Это всего лишь за 100 тысяч. Понимаете? Цена вопроса 100 тысяч. Мне вот интересно, если бы на кону было чуть побольше, мы бы наверняка еще бонусом увидели бои ММА. Да не надо блондерить, ты что творишь-то? Розовенькие тоже. Они тоже зая. Как вы видели, такой богатырь. Зая-богатырь. У него маленькая такая тоже рядом там какая-то зайка и его Юлька. Зая, у нас сегодня прям какой-то день милашества. И я не знаю, как это назвать, еще этот день, потому что у нас сегодня в программе одни Зайи и одни солнышки. Ну и желтенькие. Юля и Слава. Приятнейшие люди. Встречаются на вечере встреч выпускников. И тут у них случается любовь. Конечно же, не под компотом она случилась у них. Но говорят, что не в первую ночь. Не в первую. Но я не склонна им верить. А вот как они готовят, мы это попозже узнаем. Психологический стендап Михаила Лобковского. Вам 28 лет, а вы продолжаете быть с обливой пятилетней девочкой, которая боится свою мать. Ну а что делать для того, чтобы вырасти? Самый узнаваемый психолог по версии Форбс. А кроме того, что он назвал ложебное, что он еще делал? Говорил, что я ничего не добьюсь в жизни. Чтобы попасть к нему, нужно ждать месяцы. Вы говорите, он меня бил, он мне угрожал, так что я переехала, но я его любил. Ничего не перепутал. Перестаньте все называть подряд любовью. Бесплатный курс, чтобы стать счастливой только на субботе. Психологический стендап Михаила Лобковского. Хочу и буду. В субботу. В 22.15. Только на субботе. Слава, Слава, впереди песочек, кипарисы, оливковые деревья. Да, да, да. Ай, мы с тобой на белом песочке загораем на нудистском пляжике. Так, начинку делаем. Огурчик. 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 Берешь огурчик? Да. Отрезаешь. Бегом давай. Да и что, сейчас, сейчас, не торопись. Не торопись. Да это не я тороплюсь. Ты понимаешь, люди там сейчас закончат все, и мы останемся в своей азовке. Помидор, нарезаешь. Полукольцами или кольцами? Да режь как хочешь. Хоть полукольцами, хоть кольцами, хоть звездочками. Слав, ну ускорься ты немножко. Ну, е-мое, ты что такой медленный, а? Вот с кого у нас сын наш. Как ты мне говоришь, я так все и делаю. И дети все, одна я электровиник у вас дома. А, электровиник. Сам себя не похвалишь, никто не похвали. Да, да, да. Смотри, начинка помидора, огурец, капуста, морковь, лук по одной штуке, кроме капусты. Ее по дольке. Лук нарезаем соломкой. Лук нарезаем соломкой. Соломка это как? Тоненькие такие штучки, палочки. Палочки, понял? Да, да, да. Что ты орешь, ты давай делай. Лук нарезаем соломкой. Соломкой. Так, тонко давай, огурец тонко, помидор тонко. Это шаварма, сделай все красиво, как ты покупаешь шаварму, чтобы так было все красиво, как покупной. Капусту. Капусту шинкуем мелко. Зай, ты меня потерял, мысль, хода событий. Я даже забыл, что ты делаешь. Да что ты, я меня, слушай, не забыл. Все, тонко режу. Куда ты режешь? Да что делать-то? Что такое шинкуешь? Терку возьми. Или мы шинкуем руками? Терку? Зай. А, прости, ладно, давай, капусту шинкуем мелко. Он ворует индейку? Это они воруют, это дегустация называется. А, тебе виднее. Все, я смотрю, разные степени зажарки. Я такая голодная уже, я вот все съела. Ммм, очень вкусно. Ну, конечно, я сижу голодная с утра, а ты вот там вот берешь и... Лук видишь? Вижу. Ну, лучше бы ты так лук съел, как ты индейку съел. Есть у тебя место, там, организуй себе площадку для заворачивания лаваша. Существует некоторая сложность с заворачиванием лаваша, ведь даже у профессионалов не всегда это выходит с первого раза. Лаваш может оказаться недостаточно поддатлив, и нужна некоторая сноровка, чтобы аккуратно и красиво завернуть из него идеальную шаурму. А ты зачем ее в гармошку так складываешь? А как? Ну, лучше вот так вот и перекинуть потом. Вот так? Ну, да. Бока ты закрыл? Да, да, да. Она просто разваливается. Сухая, что ли? Нет. Давай, Лася, я в тебя верю. Она хоть свернулась в итоге? Да, мальчик, я же говорю, лаваш, конечно. Главное, чтобы когда ты разрезала, она не распалась. Ну, не гарантирую, честно, за вот это. Так, а зачем ты на тарелки режешь? На какой тарелке на доску положил. А, все, теперь наискость. Держи ее максимально, чтобы не развалилась. А резинки нет уже? Итак, у вас остались последние 10 минут. 10 минут, все, давай вместе. Я не шучу. 10 минут. Заюш, Заюш, смотри, делаем просто красиво. У тебя должна быть капуста по красоте не так много, да? Аккуратненько, как мы кушаем? Анастасия, остановись, я собираю шаварму. Давай, давай, лаваш. Мажем белым соусом посередине. Посередине. Смотри, Зай, запомни. Во-первых, подожди, подожди. Он тебя так смотрит, подожди. Ты уверен, что ты правильно все делаешь, у тебя ничего не потечет? Прекрасно, прекрасно все я делаю. Он тебя смотрит, посмотри на глаза. Прекрасно. Зай, соус не должен течь. О, Господи, Зай, ну слишком жидкий же. Да он не жидкий, Зай, жидкая ты, Господи, он нормальный. Ну ты делай, все шавармы развалятся, что ты творишь, Зай? Зай, нормально. Да ты меня слушай, ты вообще глухой, что ли? Сделай томатный соус, красивый сделай. У меня нет томатного соуса, ты шутишь? Томатный соус, который был в соседнике, мы с тобой делали, алло. Какой я его вовнутрь, я вовнутрь шавармы его добавил. Я сказала тебе немножко помазать. Господи, ты меня уже бесишь просто. Реально, это вообще жесть. А я терплю тебя, между прочим. Все. Прикинь, если ты хочешь красиво сделать, надо меня потерпеть. Хорошо, Зайюш, хорошо. Ты вообще нормальный? Все, спасибо тебе большое за помощь. Счастье-то. Счастье, как он улыбается. Просиял сразу, просиял человек. Тема, залывался, счастливый. Довольный. Слушай, это реально, это реально счастье. Счастье. Счастье, если мы на море поедем и деньги выиграем. А сколько вы вместе уже? Мы женаты 4 года. Были женаты? Были. Были? А мы были женаты. После этого были женаты. И причина всему шаварма. Как-то не хотелось бы, чтобы за нашу программу начинались разводы. Хочется, чтобы наоборот она способствовала, знаешь, демографии. Конечно. И повышению рождаемости. Нет, повышению рождаемости пусть занимаются они во время нашей программы. Хотя иногда мужики так готовят, что лучше бы они занимались демографическим вопросом. Может быть. Может, у кого-то это лучше получается, чем готовить. Точно лучше получается, чем готовить. У многих. Смотри, просто танцует. Туда-сюда вообще огонь. Какое же ты делаешь? Давайте посмотрим. Ой, что же там такое? Я даже не сказала, как украсть. Сказала, нужно украсть по этому, по кругу. Что? Дело даже из-за миски не видно. Я даже могу посмотреть. Теперь возьми красный перец. Красный. И чуть-чуть посыпь на белый соус. Такими, знаешь, как бы красивыми островочками будет. Шменичку там, шменичку там. И будет очень... Слушай, у тебя идеально получается. У тебя прям как у шефа получилось блюдо. Я тебя обожаю. Все, я готов? Попаем чемоданы, муж. Все? Да. Шеф готов. Танцуй для меня танец. Чунга-чанга. Я тебе спою. Синий небосвод. Чунга-чанга. У меня ты жгла. Сбегай, посмотри, что там у соседей. Я тебе скажу. Я что, я все вижу отсюда. Офигенчик, да, у тебя? Конечно. Самый лучший? Конечно. А потому что ты самый лучший. Ну что? Что есть, то наше. Согласен. Во всем виноват лаваш. Это не наш сочинский лаваш. Московский, бракованный. Знал бы свой лаваш привез и сочин. Всем при чем? Всем бы, да. Как говорил мой папа, да? Жизнь невозможна завернуть в лаваш. Так вот у нас сегодня, видимо, так. Привет. Заюша. Заюш, ты меня слышишь? Заюш, ты меня слышишь? Нет, я тебя не слышу. А я тебя слышу. А я тебя не слышу. А зачем ты на кнопку нажал? Ну потому что за это невозможно было. Ты мне просто взорвала голос. Что, какой тебе голос взорвали? Ты сейчас должен будешь ответить за красивую сервировку. Посмотри, чтобы все было идеально. Ну, практически не идеально. Я могла тебе объяснить, как бы получше. Но ты меня отключил, извините, простите. Так делайте. Солнышко, мое. Не надо там травки борщить этой. Поздно. Слишком поздно. Заюш, что сделал, то сделал. Заюш, в смысле, что сделал, то сделал. Я хочу на море. Я надеюсь, мы выиграем сегодня 100 тысяч-то? Выиграем. А теперь проверь свое блюдо и посмотри, точно мы выиграем или нет. Очень все достойно получилось, Солнышко. А можно посмотреть? Нет? Заюш, я все сделал. Я убираюсь теперь на столе. Что ты такой уверенный-то? Сейчас увидишь, какое блюдо надо было сделать. Покажи, пожалуйста, Заюшечка, любимый, как это все выглядит. Заюш, все. Я не посмотрела ни один соус, ни второй. Да не буду, а если она сейчас упадет? Двумя руками тарелку возьми, чего взять, тарелку не можешь. Зая, не ругайся матом. Ты что творишь? Ты вообще какую-то тарелку просто подними, покажи, как это выглядит. Это что, сложно? Ты вообще нормальный. Заюш, все. Так делай. Будешь пробовать и там будешь оценивать. Ну давай, посмотрим, что у тебя получится. Итак, обратный отсчет финальный. Три, два, один. Все. Поднимите, пожалуйста, руки, отойдите на шаг от стола, а мы, наоборот, Марин, пойдем к столу. Мы идем к столу. Ну, мужики, ну вы в любом случае молодцы, потому что делать что-то новое, это всегда непросто. А в вашем случае местами было прямо невыносимо. Но вы молодцы, вы справились. И впереди у нас самая интересная часть. У нас дегустация жен. Настя, готова к дегустации, а? Да я боюсь. Чего ты боишься? Что, обидишь мужика своего? Хотя он сам виноват. Я тоже так считаю. И мужики вообще, в принципе, изначально не правы. Вот. Но зато ты первая будешь сытая. Но не факт, что вкусная. Ой, господи, что же меня ждет? Заюша, это не моя. Это моя. Это вкусная, это не моя. Она будет вкусная, не промахнись. Аппетитненько, вкусная, значит. А ты можешь мне индейку дать? Она там далеко. Индейку могу дать. Что я не могу-то? Ужас. Не нравится, выплевывает. Она вообще сырая, это из них. Она с моего года просто. Она очень сухая. Как сухая? Она вся в слезах мужиков. Просто должна быть хрустящая, сочная. Такая ты, да? Ты привереда. Все, ставь единицу, давай бери следующую. Ну что, закусишь еще шаурмой, нет? А можно я просто потрогаю? Ты тактильная у нас. Зая, ты поймешь, что это не моя. Она просто огромная. Так, это что? Такое большое. А можно потрогать вот здесь ее? Потрогай везде. Какой-то 18 плюс контент пошел уже. Что она там трогает все везде? Ты по какому принципу? Если твердая, то это мужа, да? Или нет? Ой, что-то течет. Что-то течет, это всегда так. Натрогалась. Все, спасибо. Я оценила. Сколько бы ты вот этому роскошному блюду поставила? Хочешь победить, ставь не больше двойки. Завис, я посылаю тебе, почувствуй меня, почувствуй. Два. Молодец. Это у нас следующее блюдо. Ой, такое оно все. Красивое? Прекрасное. Лучшее просто. В твоей жирне шавуха лежит перед тобой. Лучшее. Смотри, вот давай рученьки свои. Угу. Вот. Прочувствую, это моя шаварма. Шавуха моя. Вот это салфетка. Капнул что-то мне на ногу? Это знак. Это знак. Я тебе сейчас капнул на ногу. Это знак. А что соус можно отдельно? Соус отдельно. Ну его там нет, потому что я его не клал. Соус, ну давай. Там все смешалось. Кони, люди. Вот там и белый, и красный соус. О, господи. О, господи. У меня там стоп на чистоках. У меня будет называться шаварма для разведенных. Для одиноких. Для одиноких. Чего там какие-то щупаешь? Люди приходят к нам есть, а ты все трогаешь. Может быть, ты шла на другую передачу? Какую-то этот. Богиня тактильности. Оценка этому блюду. Это пять. Если будет пять, это будет нечестно. Да, нету соусов. Честно-нечестно, ставь пятерку. Этому блюду оценка. Солнышко, это ты ставишь пять. Четыре. Четыре. Окей. А следующему два. И все. И поедем домой. Ну, Настя, хоть поела? Немножко так заварила червяка. И рецепторы не притупились. Нормально. Нормально. Не понимаешь, следующему блюду она пять сейчас поставит. Нет, она не должна поставить пятерку. Но она же поймет, что это не моя. А тут уже знаешь. Тут же не только твоя моя, понимаешь? Справедливая оценка должна быть. Слушай, она по справедливости потом закончится передача, и съест именно твою до конца. А четверку поставит моей. Давай, не пуха, не пера. Ммм, это очень вкусно. Настя, ставь пятерку. Тут очень много индейки. Я вообще в шоке буду. Так, а что, можно на низу трогать? За низ можно трогать. За низ можно трогать. Сейчас шаурму, потом Артемку, чтобы тебя не пришиб. И оценка этому блюду. Ставишь два, и тогда вернешься домой. Все будет с тобой хорошо. Один, один, Зая, один. Один из одного. Четыре поставим. Больше всего по вкусу Насте пришлось блюдо желтой команды. Своему Заюше она ставит четверку. И два балла получают розовые. Слушай, клаустрофобия так может начаться. Скажу, что клаустрофобия это не самое страшное после дегустации шаурмы. Да? Так все плохо? А мы сейчас от тебя узнаем. Юля, я посылаю теперь тебе флюиды. Ну что, будем пробовать шедевр? Давай, я жду не ниже четверки. Двоечку надо Алла Верды делать. Главное, снофеточку не съешь. Сейчас скажет, ммм, самая лучшая шаурма в моей жизни. Я думаю, что я после этой долго не буду кушать шаурму. Мне кажется, что много чеснока. А ты любишь чеснок? Не очень. А водички не дают, да, пропить? Просто один чеснок варту. Водички дайте попить, да? Живой воды. Мертвые шаурмы мы поели, теперь надо живой воды. Вот она. Когда вообще за мной похаживали? Водичка. Поставить четверку, шоколадка с меня вкусная. Что это? Бутылка вина хорошая. И давай оценку, что мать? На четверочку. Четверочку мы ставим этому блюду. Класс. Ошибка. Моя пошла. Ну что, ты готова? Да. Юля, пробуй самую вкусную шаурму. Ну, вот где-нибудь на Ярославском она бы пользовалась успехом. А есть салфетка. Это, в принципе, там разница и большая, как бы. Нормально, да? Причем, скажу тебе, что иногда салфетка бывает вкуснее. Так, что это? Попробовала. Ну и что, все нормально там? С чесноком там? Нормально. Мне это больше нравится. Это больше тебе нравится, да? Ну, может, пятерочку? Ставим единицу и пробуем дальше. Ну, это справедливо ставить, я считаю. Почему? Ну, потому что это честное шоу. Ну, давайте пятерочку. Позьму пятерочку. Ну, ты же, Адель, ты вытворяешь. Пятерку, да? Точно? Ты прям уверена? Ну, пусть будет. Мне не жалко для мужчин, которые готовили. Старались. Юля, спасибо. Супер. И вот это у нас уже, считай, новая шоу-рва у меня в руках. А скоро у тебя во рту. Ну, давайте. В предыдущем. Уже ничего не страшного. Твоя. Сейчас двоечку поставим. Побратим. Тебе как сделать? Соусами или ты будешь отдельно? Раздельное сегодня питание. Да, я тебе скажу, тут и шоу-рва тут. Ну, раздельное стало тоже как-то. О, все развалилось, чувак. Да, шоу-рва, да. Как Советский Союз, да? Развалилось. Ой, жесть. Ой, жесть. Ковш-то свой давай. Разень поболее. Ну? Все понятно? Чувствуется чувством, да? Во рту полный букет. Вот у нас, я тебе скажу по секрету, у нас все блюда с чесноком. Потому что бог его знает. Ис, не дай боже, кто травняется. Так чесночком все, обеззаразили. А на выходе еще по 100 грамм выдаем еще. Ну, чтобы... Оценка этому блюду. Ну? Та-да-да-да. Давайте тоже. Тоже? Поставим пятерочку. Отлично. Отлично. Юля щедра на оценке. Своему мужу и команде желтых она ставит по 5 баллов. Синие получают твердую четверку. Ой-ой-ой, я наконец-то поем. С такими словами сюда приходят и уходят с другими. Пробую это. Идейку попробую. Вот там вот. Хватит пробовать. Я не могу на это смотреть. Я голодная. Открывай побольше рот. Открывай. Нет, там тесто. Вот так. Мясо прожаренное, порубленное. Мясо прожаренное. Вкусно тебе? У меня слов нет. Подождите. Вкуснячая. Вкусно? Да, это моя. Прям вообще все меленько порезано. Овощи прям тоненько. Лучок немножечко похрустывает, но это так и должно быть. Мне кажется, немножко не хватает специй. Значит, троечку можно поставить. Я тоже так считаю, что... Это специй нет. А можно соус теперь? Так, белый соус. Давай тебе беленький. У вас в Краснодаре, да? Беленький, красненький. Все у вас как. О! Там кто по чесноку был главный? Хочешь попить? У нас как бы положено воду давать. Это я свою уже даю. От сердца? Там не отхлебывает прям так щедро. А нынче, да, дефицит воды? Топят за экологию, да, нельзя. Талые воды сейчас нынче в цене. СМЕХ СМЕХ Что, оценку надо ставить, Юль? А максимально что? Пять. Пять? А вдруг там еще вкуснее будет? Пятерку ставь и все. Троечку. Три, я тоже считаю, что три. Так, ну давайте, наверное, поставим. М-м-м. Как бы не прогадать, да? Ну вкусно. Ну так если вкусно, ну ты чего тогда? Не держи себя. Вот как на выпускном. Не держи себя. А была не была. Пять. Пять. Муж, прости меня. Я тебя очень люблю. Ну ты все, ты крещеная, все хорошо. Ой, что пора? А как ты хотела? Ну с Богом. Моя, 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 пацаны, моя. Моя, 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 моя. Ну вот дегустация, это такая вещь... Не просто. Ты подглядываешь, что ли? Ты откуда знаешь, что здесь все не просто у нас тут вот на тарелке. Я чувствую. Ну что, готова? Да. Ну, твоя. Все. Ну. А? Ну, если честно, не очень, потому что лаваш уже настолько сильно пропитался. Какая-то каша-малаша получилась во рту. И овощи вот такими кусманами нарезаны. Капуста тут прям такая добротная, как будто ее вот так с очком пожамкали, порубили. Ну, кстати, соус. Но чуть-чуть не хватает в нем чесночан. Чесночиночки. А ты намахнула, что ли, сейчас? Теле выговариваешь тут же. Я уже... А вы воду ей давали вообще? Ты закусывай, Юль. Ты вот возьми, да и закуси. Можно, да, еще укусу? А я голодная. Ешь, ешь, ты чего? Что-то заклинила тебя, мать. Я пыталась просканировать сосочками, вкусовыми сосочками, на толщину индейки. На выпускном тоже сканировалась? Да. Да, власть, дядя. Ну, в общем, я этому шаурме это и ставлю троечку тоже. Блюдо своего мужа Юля оценивает выше всего. А вот синяя и розовая команда получают всего по три балла. Таким образом, по результатам дегустации жен, розовая команда получает 10 баллов. Синяя команда – 11. А в лидеры выбивается желтая команда, которая набрала 14 баллов. Ребят, теперь решающий этап. Все решится после дегустации нашего тягомотно-занудливого шефа. Он ставит оценку и за подачу, и за вкус. Оценки он отправит в этот вот конверт, который вы откроете в самом конце по нашей команде. Ну что, начнем с синей команды. Презентуйте свое блюдо, Женя будет оценивать. Долго, нудно. Интересно и занятно, и задорно. Ты две фразы сказала, а я уже засыпаю. В общем, Евгений, это восточно-хрустящая шаварма с ароматными специями, там, кума, паприка и так далее. Нежнейший, чесночный, острый соус с кислинкой, такой помидорный, томатный соус. И подача, подача ресторана. Это сейчас вот насколько она нежнейшая, это я сам сейчас определю. Хорошо. А вот по поводу презентации, конечно, жалко, у нас нет отдельного раздела. Презентация, устное блюдо, к сожалению. Единственное, что я могу сказать, конечно, про презентацию, что в отличие от моей и от всех остальных, тут нет на тарелке почему-то томатного соуса. Кто-то либо не подсказал, либо кто-то пожалел. Я объясняла всё. Подожди, соус, 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 соус. Я вообще ожидала, что у тебя будет два соуса на тарелке, потому что ты говорил, что ты их сделал. Я прям, ну, удивилась, когда их не было. Покажи, пожалуйста, Заюшечка, любимый, как это всё выглядит. Заюш, всё. Я не посмотрела ни один соус, ни второй. Ты сказала сама, я ему говорила. Понимаешь, вот до этого ты орала, всё было идеально. А потом ты стала говорить, и вот, и всё. Вот, пожалуйста. Включил меня, но я не могла орать. Ну, я орала, он меня не слышал уже. Всё, всё, всё. Зато вот раскидали нашу замечательную микрозелень. Седокос твой любимый. Да, обожаю просто. И попробуем. Главное, конечно, это вкус. О! Кажется, я понял, где весь томатный соус. Ну, внутри. Нежнейший-то. Ну, как говорит знаменитый шеф всей Руси Константин Ивлев, когда вкусно, тогда вкусно. А когда невкусно, тогда и невкусно. Да. Да, я признаю, что это вкусно, но с подачи можно было вот ещё довести до идеала вот этот томатный соус бы просто вот сюда чуть-чуть бы прям вот бухнул. Спасибо. Самое главное, чтобы он её не... тушеварный. И не сказал, что оно полное дно и какое-то не очень. Он действительно её оценил. Итак, переходим к нашей розовой команде. Шалома по-сочински. Так. Лаваш только не сочинский был. Лаваш не сочинский, да. А так с душой, да. А так с душой, да. Не, почему-то очень даже сочинский, как бы, видишь, что-то... И сухо не выглядит, по крайней мере, видишь, тут начинка вся сочная. Ну, по презентации, да, сразу. Вы решили использовать соусник? Жидкий. Соус был... А, потому что соус был... Вы решили ситуацию, потому что соус был жидкий. По-сочински. Это неинтересно. Ну, что, продуктовый выкидывать, ещё чего. Я не стал расстраиваться, что соус не получился. И мы решили с женой, что это будет фирменный соус от семилоктевых. Ну, и, Мик, зелень вот так это уже... Так вот, как-то так-то просто... Моя собака так вот, когда ходит... Интересное сравнение, Марин. Приятного аппетита, да, шеф? Я, как мужчина, как увидел два пучка, так и положил. Мне казалось, это красиво. Томатный соус странный. Я не понимаю. Ну, это тоже у нас не очень-то как бы... Это да, вот эти мышки похожи. Томатный соус кислит. Его надо было получше сбалансировать, наверное, с солью и сахаром. И я бы добавил чуть-чуть больше чесночка. Завернуть лаваш можно было, конечно, ещё слегка эстетичнее. Ну, это как, знаете, одеяло, когда под одеяльник не попало, оно так где-то там торчит. Чтобы он не так сильно разваливался. Но вкус мне нравится. Она сочная. И всё вместе, когда пробует, что важно, всё-таки блюдо важно пробовать всё вместе. И она вкусная. И здесь как бы вопроса нет. Ну и самое главное, что он её попробовал. Не отказался. Это уже приятно. Так, ну и мы закончим на нашей последней лучезарной солнечной жёлтой паре. Пожалуйста, Слав, выдай мне свой шедевр. Волнуетесь? Конечно. Не было у меня страха абсолютно. Я знал, что у меня вкусная шаурма. Шеф – это шаурма ближневосточная. Так. Приготовленная под чутким руководством моей любимой супруги. Вот с душой. Думаю, что очень понравится. Я сразу начну с презентации. Презентация, на мой взгляд, наиболее приближена к оригиналу. Поскольку здесь есть рядом соседствующий и красный, и белый соус. И попытка раскидать нашу замечательную микроизелень по кругу. Аллилуйя! Ну и ещё, что важно, всё-таки шаурма держится внутри лаваша, не выпадает. И довольно органично, даже так ресторанно, я бы сказал, смотрится. Ну я загордилась. Что же, я такая плечики расправила, думаю. Красавчик мой. Чуть-чуть. У тебя получилась эта хрустящая корочка, но из-за этого чуть-чуть она стала суховата. Но в принципе, всё равно вкусно, честно. Да. Шаурмушечку завернули плотненько, положили красивенько, посыпали вот этой зеленушечкой там, где нужно. В общем, когда жену слушаешь, тогда всё получается. А теперь... Узнаем, сколько теперь баллов. Открывайте конверт. Всё-таки шаурма магически действует на человека. И даже шефа смогла задобрить. И как результат, шеф всем ставит четвёрки и пятёрки. И по итогам двух дегустаций со счётом 23 балла побеждает жёлтая команда. Ну, мы продули. Ой, ужас, трагедия какая. Виной всему лаваш вадошь московский. Знали бы мы с собой из Сочи, привезли бы лаваш нормальный, который бы крутился, как положено. Несмотря на то, что мы проиграли, мы ехали за эмоциями, мы их получили в большом объёме. И я думаю, что семье, которые выиграли, у них трое деток, им, мне кажется, прям нужнее. Поэтому ни капли расстройства по этому поводу нет. Мы рады за них. Я вручаю вам вот эту вот карточку банковскую на 100 тысяч рублей. Это ваш приз, и вы его заслужили. Чё, сегодня во сколько? Вы победили! Была свечная девушка. Ой. Ну ладно. Пока. Друзья, это было шоу «Моя жена рулит». С вами были шеф Женя Павлов. И Марина Федонкев. Счастливо! Ой, ну ты так расстроилась, Зая, ну господи, ты подумаешь-то. Ничего. Я тебе буду этот пьет. Всё. Теперь не будем неделю разговаривать, да? Какая-то шаларма. Я расстроилась. А я нет. Потому что на море мы всё равно полетим. Обещаю. Обещаю. В этом году? В этом году. В 2022 году. Сейчас 21-й. Ну, в 21-м. Олег, Тим. Олег, Тим. Субтитры подогнал «Симон»!